Мы продолжим с вами тему, которую, собственно говоря, начали, как йога-терапия позвоночника. Те, кто присоединился к нам сейчас, я немножко расскажу в некую вводную. Я по образованию врач, одна из властей, так сказать, моего применения – это йога-терапия. У нас есть отделение, клиника йога-терапия. Большой опыт в лечении пациентов, которые обращаются к нам после официальной медицины, которая им помогает. Я преподавал в медицинском институте. И у нас был курс йога-терапии. И этот курс был достаточно успешным. Но не так много врачей. К сожалению, сейчас пока хотела бы освоить эту дисциплину, эту науку. Хотя в России это движение уже началось достаточно давно. В чем отличие йога-терапии от официальной медицины? Я вижу, что подходы, понимания человека разные. Андрей знает, что следующая медицина, которая сочетается, что сочетается к человеку как к целостному существу, но при этом это не так. Они не учитывают то, что человек является вписанным во Вселенную, природным, естественным объектом, частью природы. И поэтому он связан с информационным содержимым Вселенной, с энергетическим содержимым Вселенной. И есть понимание, что человек только как бы составляет физическое тело. Хотя древние давно уже придумали модель того, как устроен человек. И она превратилась в детскую игрушку, чтобы те, кто понимает, мог получить эти знания с детства. И так получилось, что у меня был пациент, я был лично врачом одного физика. Андрей был пациентом в Санкт-Петербурге. И так получилось, что я сначала вылечил от бронхиальной астмы его дочь. И она потом попросила, чтобы я стал заниматься ее отцом. Это был конец 80-х, начало 90-х годов. Это было в конце 80-х, начало 90-х годов. В стране была полная разрушка. Но я благодарю судьбу, что он мне связал с этим человеком. Андрей ist очень благодарен за это универсум, что она с этой физикой семьей связала. Это настоящий ученый, настоящий человек, который занимался об всем мире. Он был инвалидом Великой Отечественной войны. И война не помешала ему быть ученым. Он в окопах создавал свою физику. И основа его физики была создана во время войны. И основа его физики была создана во время войны. Там он получил ранение и контузию. Он стал инвалидом. И он продолжил свое исследование физики, находясь дома, просто в квартире. Он просто дальше по своей природе. Он узнал что в этом понимании основы физических, теоретической физики. Это теоретическая физика и он очень много в это время. Что он получил признание у мировых физиков. Он создал так называемую парадигму жизнеспособных развивающихся систем. На основе этой парадигмы он создал то, что предсказал Эйнштейн. Он создал теорию всех взаимодействий в веществе. И вот этот парадигм, который я познакомился, когда я занимался с ним, когда я его лечил. Неожиданным образом открыл для меня, что он описывает то, что было описано в древних индийских трактатах. Он никогда не занимался восточной философией, никогда не был знаком ни с йогой, ни с другими какими-то учениями. Эйнштейн, я просто немножко расскажу основы этой парадигмы. И на ней построена, собственно говоря, тоже наша школа, которая подкрепляется знаниями современной науки и теми древними традициями, которые пришли к нам из Индии и из других стран. Его парадигмы описывают системы. Любая система должна соответствовать определенным правилам, определенным законам жизни. И если она им соответствует, то она жизнеспособна, она здорова. Если она им не соответствует, то она заболевает, она уничтожает. Если она им не отвечает, то он будет уничтожен и уничтожен. Он это все описывал на элементарных частицах. Но его парадигма может быть использована и для человека, и для социальных структур, для компьютеров, для чего угодно. Так вот, модель Матрешки хорошо вписывается в его парадигму. Она говорит о том, что любая система находится в расслоенном состоянии, в объемлемом пространстве. То есть, любая система целостная, но она обязательно имеет представление в разных слоях всеобъемлющего пространства. И между всеми отдельными слоями, отдельными структурами есть общая связь. И по этому каналу идет управление через Вселенскую систему, через Вселенную. И в ней есть информационный код развития этой Вселенной. И если система подключена к этому сигналу, то она будет развиваться. И если система нефербинданная хода, то будет она sich weiterentwickeln. В соответствии с этим Вселенским кодом, то есть универсальным, большим. И все маленькие системы, с которыми мы представляем, и люди, и микробы, и все. И элементарные частицы, они все являются порождением этой большой Вселенной. Но система так устроена, что каждый ее уровень, каждое пространство, оно живет по своим законам. И они между собой как бы связаны только вот этим информационным каналом. И если переводить на язык современный, если мое внимание находится сейчас в этом пространстве, то остальные для меня не существуют. И вот все остальные, они как бы для меня находятся где-то в мнимой области, где-то там. Для того, чтобы управлять, скажем, энергетическими структурами, я должен внимание перевести или управление перевести вот в эту матрешку и там быть, находиться в ней. Если я хочу управлять своими ментальными измерениями, то я должен находиться, перевести свое внимание сюда, вот в эту матрешку. И когда я нахожусь только вот в этой матрешке, то все остальные для меня исчезают? Ну, очень важно, что все равно эта связь сохраняется. Просто усиливается какое-то значение того или иного измерения, того или иной матрешки. И вот это управление перемещением нашей активной воли, активного внимания и, собственно говоря, является технологией йога-терапии и йоги. Поэтому мы рассматриваем йога-терапию не как воздействие только лишь на физическую часть нашего тела, нашей системы. Это не просто физические упражнения, которые должны воздействовать на это или на это. Это недостаточно. Это не достаточно, чтобы это лишь на физическую часть нашего тела. Потому что нужно воздействовать и на энергетическую, и на ментальную, и на причинственную. А если мы хотим получить ресурс Вселенной, то мы должны добраться вот до этой маленькой матрешки. И поэтому технологии, которые включаются в йога-терапию, они должны учитывать вот это строение человека как целостная система. И вот всеми этими структурами управляет одна единая такая, связывающая в единое, вернее связывающая в единое структура, которая тоже присутствует в системе человека. И все эти 5 Эбены стоят одну общую структуру, которая через все эти Эбены идет, которая также в нас человеке находится. Эту функцию выполняет наша психика. Это наша психика. Или, как мы говорим, душа. Психика или Сэле. Вот она способна связывать нас в единое целое пространство, то есть соединять. И, собственно говоря, слово «йога» переводится как «соединять», «соединение». И поэтому основа йоги – это соединение с объектом, которое мы хотим исследовать или управлять. И мы сейчас с вами делали упражнения. Кто делал с нами упражнения и технологии, связанные с йогой позвоночника? Мы использовали как раз эти способности или эти приемы, которые построены на управлении нашей психической структурой. Психика состоит из трех основных таких элементов. Это внимание. Оно имеет разные виды внимания. Которые используются в системах саморазвития человека. В частности, йога как система. Это воля. Воля понимается здесь как способность пробуждать активность энергии, необходимую для выполнения какого-то намерения. «Веле» будет beschrieben als «фейка». Эта «энергия» способна преобразовывать пространство. Эта «энергия» может преобразовывать пространство. Это творческая энергия. Это креативная энергия. Это то, что как раз принадлежит к Творцу, и то, по подобию которого мы созданы. По образу подобия. Это шепфунь энергии на тот, который мы все мы знаем. И древние люди, которые изобрели систему саморазвития, в частности, Патанджали, Йога, Патанджали. Дает технологию того, как человек сам пользовался бы этой возможностью управлять собой и своей системой. Чтобы он умел пользоваться этой творческой силой, которая ему дана, как природа. Он должен быть свободен. Поэтому целью Йоги Патанджали – это кайвалья, свобода, освобождение. Это не философская категория освобождения души и куда-то там ухода ее в нирваны. Это конкретное освобождение от различных ограничений, которые есть в системе человека. Одно из этих ограничений – это болезнь. Если система находится не в состоянии целостности, она не получает нужных сигналов из Вселенной, и тем самым она начинает заболевать, становиться нежизнеспособной. Поэтому задача всех технологий – это вернуть систему в состояние связи самим собой и связь ее со Вселенной. Поэтому одна из задачей Йоги – это помочь восстановиться системе, сделать ее целостной, уравновешенной, чтобы она могла дальше развиваться. И цель любой человеческой системы и любой системы – это развитие в соответствии с космическим законом, космическим кодом развития. И поэтому вот этот очень важный элемент Йогатерапии – это толчок, дает толчок к тому, чтобы человек встал на этот путь развития. Вот в этом большое отличие просто лечения, какого-то медицинского лечения, восстановления от Йогатерапии. Йогатерапия начинается с того, что она изучает способы того, как познать сначала самого себя. И когда я начинаю познавать себя как систему, я открываю себе очень много различных возможностей, которые ведут меня дальше от состояния здоровья, дальше мы уже переходим к состоянию развития. И тогда мы осваиваем уже не только физические какие-то наши возможности, но и энергетические, ментальные и возможности выхода, так сказать, в открытый космос. И когда мы на физической и орган-фрации и грамот-фрации, здоровья, то мы даем на энергетические, на ментальные и на каузальные, и, наконец, на глюкс-эбене, на другую и другую и другую. И через эту оболочку блаженства мы переходим как раз в центр, центр как соединение нас с универсальным миром. И через эту 5-ю глюкс-эбене мы решаем и распиливаем эту связь с глюкс-эбеном. И связываем с всем, что есть. Это одно из отличий, что в медицине просто нужно вылечить болезнь и все. Дальше человек должен заниматься социальной деятельностью, жить каким-то законом, которое предписывает то или иное государство или то или иное общество. Да, это отличие от классической медицине, в которой человек, после лечения физической глюкс-эбене, мы можем жить в социальной области. Потому что в одной или иной социальной областной системе все происходит на национальном уровне. И после йога-терапии, если человек здоровый, мы можем жить в социальной области. А йога-терапия дает возможность человеку подняться над собой, подняться на те высоты, которые, скажем ему, даны природой. Йога-терапия hilft, им Menschen, auf höheren Эбене zu kommen, die им eigentlich von Natur aus gegeben sind. Вот такой подход к йога-терапии присутствует в нашей школе. И есть много разных технологий, которые мы изучаем на начальном этапе. Первый уровень йога-терапии – это возможность профилактики. И просто даются те советы и рекомендации, которые позволили бы системе не нарушать сильно законы природы. И сохранять энергетический потенциал для развития. И поэтому мы можем использовать энергетический потенциал для развития. Мы говорим, что ограничением является болезнь. Вы уже говорили, что Krankheit – это одна из заболеваний. Ограничением является не только болезнь, но и различные психические пристрастия или зависимости, психические привычки, склонности, наркотики, алкоголь, обжорство. Но и различные виды идеи, которые пораждаются, которые сгружаются на нас. Они начинают приверживать человеческую ментальность, то есть приверженность к каким-то идеям, которые начинают человеку вводить в иллюзорные миры. И во имя различных идей люди творят совершенно немыслимые вещи. И в любом случае идеи люди не понимают. Сколько привело войн, убийств, насилие, религиозные идеи? Например, когда религиозные идеи принимают, то будет очень важно в других религиях. И продолжает это делать сейчас? Да. Поэтому очень важно учиться управлять миром идей. Для этого очень важно научиться понимать и изучать свой ум, как он работает. Как происходит заражение различным информационным содержимым нашего ума? И это очень важная часть освобождения. То есть когда человек становится свободным, он не является проводником какого-то учения, идеи. Он свободен от этого всего. Когда человек свободен, он владеет всеми идеями. И не одно из них. Потому что никто не может его поработить. Никто не может его поработать. Идеи болезни. Моя одна из специальностей – психотерапевт. Я очень много людей видел, которые верят, что они больны. Они соединяются с этим состоянием, с этой идеей. И успешно болеют. Потому что они совершили йогу, соединение с болезнью. Все люди – йоги, на самом деле. Только они неуправляемые. И задача как раз науки йоги – это научиться управлять этим процессом соединения с объектами и его содержимым. Вот в этом заключается как раз смысл обучения йоги. Освоение технологии управления своей системой. И важная составляющая всего, что на нас влияет – это, конечно, мир информационный. Информация. И одна из важных вещей, которая влияет, это информация. Это пусковой механизм многих проблем. Это старт механизм многих проблем. Если человек вошла информация, что он болен, что он не такой, он ущербный, не успешный. То есть, если он поверил в это, то это пронизывает все наши структуры. Поэтому йога-патанжели, классическая йога, адресуется вот к этому, большей частью вот к этому, к этой матрешке, к этому измерению. Если мы не умеем управлять информационными потоками, которые в себя впускаем и которые окружают нас, то мы не свободны. И для того, чтобы управлять психическими функциями и ментальными измерениями, вот как раз нужно их соединить вместе. Психику – это способность сосредоточиваться, способность верить, способность управлять волей и ментальное измерение, которое называется «Интуиция». Именно поэтому важно, что эта психика состоит из концентрационной силы, силы, силы и вероятности. Чтобы мы эту психику, эту трехвязь, verbinden с психической силой людей, которая называется «Интуиция». Когда это соединение происходит, когда мы обладываем этой технологией, то мы способны применять ее для восстановления своей собственной системы. И также для развития. И также для развития. Когда мы научились на самом себе управлять самим собой, мы можем управлять дальше другими объектами. Если мы учились, то мы собираемся, то мы собираемся в других объектах. И мы решим, что это тоже на другом объекте. Монсируем. 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 Насколько нам силы и энергии управлять не только собой, а чем-то другим. Монсируем. Это то, что описано в трактатах о психических способностях. Это то, что происходит ситхами, что они обладают ситхами. Все обладают ситхами. Особенно женщины. Когда они захотят что-нибудь… они переворачивают все наизнанку создают такое что они творят мир насколько их хватает вот этой силы получить желаемое это чудо ничего не было возникла идея хочу шубу и вдруг эта шуба появляется он ничего не было материализация идей то есть она потрясает все пространство вселенной чтобы получить из комы и как раз овладение этими силами позволяет не только преобразовывать нашу систему восстанавливать ее но и создавать очень многое вокруг нас мы творим мир поэтому очень важна ответственность вот владевшим этими технологиями перед миром поэтому вот это ограничение которое создается на начальном этапе в виде ямы законов неких правил которые нужно внедрить в свою систему еще раз ну поэтому в йоге есть и такие правила которые создают изначальную такую базу позитивный нет ну не совсем это как бы ограничение которые за которые человек не должен выходить и к если у него будет много сил он создаст такое твари не что Поэтому понимание Ямы никак от некого морали, нравственности, требования каких-то религиозных учений. Это понимание, это техника безопасности. Это технология ресурсосбережения. То есть ресурсосбережения, энергии, ресурсосбережения и время сбережения. Мы можем тратить свое время. Это ресурс. Время – это ресурс, это энергия, которая нам отпущена. На что мы его тратим? На какие-то глупые, безумные идеи, которые мы следуем. Если нас они заразили, либо мы пытаемся, так сказать, получить шубку, тратим ресурсы на шубку. А это время, энергии, которую мы потратили на это? И этого у нас уже больше не будет? Год, месяц, неделя жизни, потраченной на что-то, его больше не воспользуются. Когда мы учимся использовать здраво свой ресурс, который нам отпущен, временной, энергетический, – это очень важный момент для развития. Поэтому это важно для нашей развития, чтобы эти 2 ресурсы – это время и энергии – мы используем эти 2 ресурсы – это время и энергии. У нас есть такое слово, такое слово «убить время». «Не знает, чем себя занять». Если люди не знают, что они делают. Смотрят. Потолок. Мои отлопы. Это убийство времени, это такую драгоценность, которую мы выбрасываем просто в никуда. Когда оно сокращается все больше и больше, мы подходим к какому-то своему уже концу, то вот эта ценность, она начинает обретать вот такую важность. А уже ничего сделать с этим нельзя. В первом конце этого времени мы понимаем, что мы знаем, что это хорошо. Но сейчас мы не знаем, что мы будем делать. Поэтому очень важно правильно распределить свой ресурс, свое время. Поэтому очень важно такая психология развития, которая должна появиться у человека, который хотел бы что-то сделать в этом мире. И получить удовольствие от того, что он жил. Чтобы у него не было вот этих убитых часов, дней и месяцев. Это очень важно. Это очень важно. Потому что состояние здоровья человека не только связано с тем, что он не болеет. Это когда он занимает свое место в этом мире. Это именно его место. Если это место на самом деле правильно определено, и вы находитесь в соответствии с этим. То есть, когда вы получаете ресурс, который вам будет помогать жить, давать счастье, энергию. То есть, когда мы начинаем работать с человеком, мы пытаемся понять, насколько он соответствует той какой-то своей задачи, для которой он родился. И все возможности помочь ему найти это место, рассказать, где оно может быть. Поэтому, если этого не найдется, то лечение будет бесполезным. Ему не интересно жить. Он не хочет жить. Я знаю что он не может работать, чтобы он не прописали. Или он живет неправильно, потому что неправильно выстроил направления своей жизни. Или он живет не правильно? Потому что он не правильно выстроил направления своей жизни. И с этого, собственно говоря, начинаются какие-то изменения. Какая-то терапия. То есть, опять же, начинаем вот с этого, с ментального наполнения. Правильное наполнение должно быть. Упражнения и все остальное – это уже десятое. Поэтому, прежде всего, нужно навести порядок в своей голове, в своей душе. Если этого не происходит, то мы не подходим к этому процессу соединения с большим универсальным миром. И нам не хватает ресурсов. Поэтому у нас нет счастья. Мы недовольны всем. Своей жизнью, окружающим, людьми. Еще кем-то, правительством. Чем угодно. Мужем, женой, детьми. И мы все время будем удовлетворенные. И поэтому понимание, которое дается в нияме, в следующей стадии, навык управления своей психической средой, своим психическим миром, который должен быть удовлетворен тем, что есть. Но это не значит, что если я сидя в какой-нибудь луже и буду сидеть, потому что я доволен этим. Но я должен признать, что я сидя в этой луже. И понять, нужно ли мне из нее вылезать или нет. И куда я буду вылезать? В какую лужу? В другую. Вот в эту или вот в эту? Ну, по крайней мере, это будет процессом, который позволит от чего-то стартовать. И многие люди вместо того, чтобы изучать, как они устроены и как работает весь механизм информационного воздействия на нас. Они пытаются найти удобную идею, удобную какую-то философию, с которой хотят спрятаться. То есть залезть в ту лужу, которая им предлагается. И остаться в той луже. И остаться в той луже. Да. И поэтому они могут быть в своей луже или в следующей луже. Вот поэтому очень важно для состояния здоровья, которое не просто, еще раз говорю, это не болеть. Состояние здоровья – это вот в моем учебнике дается большое развернутое определение состояния здоровья. Оно включает в себя управление своей системой, управление состоянием счастья, возможности коммуникации на разных уровнях существовать с миром, не только с людьми. И вот стремление к такому состоянию здоровья – это как раз вот то, что дает йога-терапия, начальная часть. И в нашей системе после того, как бы осваиваются эти базовые навыки, необходимые навыки для поддержания своей системы в оптимальном состоянии. Мы даем обучение специальным инструментам, с помощью которых мы могли бы адекватно, то есть правильно изучать самих себя. Это психические инструменты. Они являются универсальными. Они применяются к любой системе саморазвития. И любые религии, любые системы саморазвития в Китае, в Индии, в Японии, в России, в Германии – они все опираются на них. И дают направление вектора, куда нужны той или иной системы. А технологии и инструменты пользуются одинаково все. Но основания и методы в всех системах нет. Поэтому мы без религиозного и культурного наслоения стараемся выделить технологию, которую человек должен использовать сам для своего развития. И это дает возможность человеку управлять собой в современном мире, не становясь тем-то. То есть ему не нужно становиться принадлежностью к какому-то сообществу, к какой-то религиозной системе, национальной системе или еще какой-то. Это дает возможность в современном мире, чтобы себя уничтожить и уничтожить, без того, чтобы уничтожить определенные религиозные организации или другими группами. На мой взгляд, как раз таким революционером и новатером, который хотел дать миру эти знания, был Патанжали. Он, как ученый, выделил вот эти технологические моменты, как освоить состояние соединения с объектом, взаимодействия. Для того, чтобы его эффективно изучать и управлять. И если смотреть с этой позиции на тексты, то там увидишь, что нет никакой идеологии, там есть чистая технология. Если не читать комментарии, которые разные представители разных философий пытаются интерпретировать эту технологию так, как им удобно. Когда я начинал практиковать Йогу, мне подарили книжку с комментариями Викананде. Но они были вырезаны. Комментарии были отрезаны. Это была классная вещь. Я ничего не понимал. Я считаю, что Йога есть, удержание мысли. Чего? О чем? Я считаю, что Йога есть. Это было очень важно. И, в конце концов, открывается все больше и больше пластов понимания через практику. Когда вам в готовом виде дается то, как вам надо видеть, как вам надо чувствовать, как вам надо что-то делать, вы лишаете себя творчества. А без творчества жизнь становится невкусной. Мне теряется радость, теряется красота. Но человек умирает, потому что ему скучно жить. Все становится размеренным и понятным. Ничего неожиданного не может быть. Это сужает возможности. То есть есть ресурс, который отпускается на желание определенное. Если вы хотите только шубу и больше ничего, то вам на эту шубу и отпущено будет столько, сколько нужно, чтобы получить только шубу. Есть определенные ресурсы для своих желаний. Если, например, если одна женщина может быть с мамой, то она не может быть с другой стороны. Но она не может быть с другой стороны. Поэтому наше понимание йога как прорыв к творчеству, чтобы мир стал многомерным, красивым, неожиданным. Потому что он должен быть неожиданным. Всегда открывается новое что-то должно быть. Есть определенные принципы, есть определенные понимания, знания, как это все достигается. Но цель этих обучений именно вот в этом. Выйти в такое состояние творения, творить мир. И тогда реализуется та формула, которую все религии говорят, что мы по образу и подобию созданы нашим творцам. А в чем эта особенность творения, подобие? Творить? Как нас творили? Продолжить процесс творения мира. И поэтому очень важные моменты, опять же, йога-терапии – это создание состояния радости. Вернее, даже не создание, а воспоминание его. Если вы слышали такое слово «суха», санскритское слово «сунха». Это означает не обусловленную радость, то есть не связанную ничем. И мы все родились с этим состоянием. Но постепенно общество, окружение, оно нам закрыло эту возможность. Есть определенный возраст детский, когда мы смотрим на них и вспоминаем, что мы потеряли. У ребенка нет карьеры, у него нет зарплаты, у него нет машины, у него нет ничего. А он счастлив. Это внутри. Потом ему говорят, да, ты должен быть счастлив, ты должен получить вот это образование, стать тем-то, тем-то, тем-то. И все. Поэтому мы пытаемся вернуть это состояние. Оно не уходит на самом деле, это просто накрывается как в болоте пластами. Одним пласт за другим накладывается торф, а внутри там есть… Этот состояние совершенно не полностью. Он будет просто облаживать в разных шахтах, как в зубе, где в разных шахтах. А там внутри чистая вода. Вот эта вода. Вот эта вода. Поэтому задача как раз вот в начальных этапах – это убрать вот этот торф и добраться до этой чистой воды. Следующая задача для первых шахтах его терапии, чтобы этот торф, эту облаживание, его отверстия, чтобы это сделать. Помните, есть различные такие высказывания мудрецов о том, что нужно иметь мудрость и сохранить детство. И взрослые люди, которые доходят до определенного периода жизни, они вроде бы получают житейскую мудрость, но теряют вот ту самую непосредственность, восприятие себя, мира, чувство радости, которое при этом теряется. И вот это очень важное качество, опять же, продление нашей жизни. Потому что человек, который поставил уже точку, собственно говоря, я все достиг, у меня все есть, казалось бы, да, вот в материальном мире, карьера там, дети есть, еще какие-то ценности, которые он приобрел, и он умирает. То есть поэтому очень важно поддерживать себе эту непосредственность, это состояние радости. И оно связано с тем, что мы очень много напряжений держим в себе. Напряжение – это та броня, которую создает себе человек в процессе своей жизни. И очень важно как раз научиться снимать, защищать в себе эту броню, напряжение. Важно, чтобы научиться, как мы этот панцер облегчим. Технологии, которые мы предлагаем, они помогают как раз найти состояние глубокого расслабления, глубинного расслабления, которые как раз вот этот вот энергетический радостный поток в нас опять вскрывают, опять течет вода, живая. Генера, йога-терапия – это не просто вот шавасно, лег, расслабься, там ноги подёргались, руки расслабились, и всё. Это гораздо глубже. И это не просто, как многие флешеры в СССР, в СССР, в СССР, в СССР и в СССР. Это очень глубже. Важно, чтобы выйти на тот пласт, где мы ощущаем радость, которая ни с чем не связана. А потом нужно её как-то пытаться удержать в себе. У детей это как естественный процесс идёт. Они накопили какого-то напряжения, информационного доминирования. У них это держится само собой. А взрослым уже нужно прилагать усилия для того, чтобы удержать это состояние. И это практика. И тут как раз важно. Без практики нам тяжело удержать себя в состоянии ресурса, такого радостного, который даёт связь с космосом, связь с энергией, с окружающим миром. Он и практики нам здесь релатив шире, да? Вот такие подходы, как к йога-терапии, которые у нас как бы применяются, что ли, да? Применяются как начали. Но потом мы подходим как раз к йога-терапии как профессии, как к более высокому уровню профессионализма. Это не просто то, что вы пытаетесь лечить как профессионалы, заниматься профессиональной деятельностью. Это когда человек осваивает азы правления своим физическим телом, энергетическим и ментальным. И начинает расчищать завалы вот в этом вот кармическом теле нашем. Это позволяет дальше осуществлять коммуникацию с миром на совсем другом уровне. Это тоже является таким искусством, даже уже не наука, а искусством. Которая позволяет найти это самое свое место, встать в эту ячейку, жизненную ячейку, да? И получать от этого и удовольствие, и ресурс, то, что вот необходимо в данном случае человеку, именно этому человеку. Это позволяет нам, unseren Platz zu finden, festzustehen, и соответствующие ресурсы vom Universum для того, что мы можем. Тогда мы это называем еще естественной йогой. Когда-то общался с одним святым, который, он неизвестен широко, он никогда нигде не афишировал себя. Он сказал, что раньше йога именно была естественной, так как не было специальных каких-то упражнений, которые нужно было делать. Не было каких-то стандартов, которые нужно соответствовать. Важно иметь состояние. Состояние соединения с самим собой. Вот с той внутренней глубиной своей. И из этого рождается все окружающее взаимодействие с миром, и создается этот мир. И тот, кто владевал этим искусством, это уже искусство. Это не просто знания какие-то там. Это позволяет как раз рождаться гением, творцам такого высокого уровня. И раньше такая йога была повсеместно. Это очень, видимо, в те очень дальние времена. Мало кто помнит уже. Поэтому сейчас больше йога, как формы, стандарты определенные, в блоки продвигаются таким образом. И мы пытаемся как раз в нашей школе эти этапы, проходя системной йоги, то есть какой-то, которая дает сначала какие-то знания, такие более жесткие сначала конструкции, потом постепенно выходить на то, чтобы человек раскрывался, убирал из себя вот эти напряжения и зажимы, и выходил из состояния естественной йоги. Это тоже так, чтобы человек из школы, из школы Андрея, которая идет сначала от классических стандартов и конкретных концептов, и затем от свободного человека, что он лежит в естественном состоянии, что он стоит на правильном положении, что он стоит на правильном положении, и поэтому он идет в естественное йога. Вот примерно такое представление, которое бы я мог вам в лекции предложить, но у нас через 20 минут. И я хочу вам какие-то упражнения, которые могли бы быть полезны для жизни еще, чтобы вы могли вынести их к себе. Мы говорим о напряжениях. Есть человеческие системы так устроены, что у него есть воспринимающие такие механизмы, которые улавливают эмоциональную энергию из окружающего мира. И он располагается в области солнечного сплетения, это центр. Он улавливает все воздействия, которые идут на человека из окружающего мира. Первые заболевания, которые начинают возникать у детей, какие? Первая заболевания, когда дети получили. Что это? У кого дети это есть? Баухи, живот болит. А? Баухи, да. Почему? Почему? Потому что они плохо кушают. А? Потому что родители 97 говорят так? А, чтобы люди это не могут быть самым, самым сделанием. заставляя их что-то делать и у них появляется сопротивление потому что на эту информацию на эту энергию они начинают отвечать напряжением и мышцы гладкая мускулатура начинает спазмироваться сокращаться первые проявления в это на желудочном тракте сказываются сразу это дискинезии желчных протоков печень сокращает протоки дети начинают жаловаться на боли здесь правой страны и пытаются лечить разными таблетками это бесполезно это реакция организма на воздействие информации поэтому нужно находить способ какого-то обучения детей без насилия без такого удара потому что дальше они передадут этот навык своим детям они также и будут так насилие передается мы говорим а мы говорим это наследственные заболевания это привычка что можно сделать для того чтобы снять это воздействие например если свои своих детей вы подвергли такому насилию и скажем они и так его получают из окружающего мира школах там детских садах можно предложить если они обучаемые уже если они еще не такие маленькие предложить им цвет создавать цвет в области живота но если они поняли к вам себе в зеленом светом фонарикам зеленом А потом оранжевый. А потом фиолетовый. А потом оранжевый. А за грюн, оранжевый, лилый. Это три цвета, которые помогают снять. Первый зеленый цвет убирает негативные воздействия. Оранжевый дает энергию. Оранжевый дает энергию. А фиолетовый – это защита. Если вы делаете это для себя, или ребенок маленький, попробуйте излучать свет своей руки хотя бы. То есть как фонариком будет ваша рука. Если ребенок во сне, он может спать. Или он расслаблен у вас, лежит на руках. Можете гладить ему животик. Против часовой стрелки. Зеленым цветом. Как бы закручиваем, закручиваем вот эту спиральку зеленого цвета и забираем всю грязь, которую там вы получаете. Потом сжигаете ее, где-то представляете огонь, либо просто свечку. Потом оранжевым цветом вы заряжаете энергию по часовой стрелке. Защита фиолетового цвета, она по часовой стрелке и против часовой, и по часовой одинаковое количество раз. Если вы делаете для себя практику, то есть упражнения, которые помогают притянуть внимание в эту область. Это Агни-Сарат-Хаути. Тот, кто делает Наули, тоже можно использовать Наули. Что вы делаете? Когда вы собираете свое внимание в области солнечного сплетения... Делаете... Выдох. ...дан beim einatmen, atmen da komplett aus, und dann bewegt sich unser оба Bauch rein und raus, rein und raus. Ohne zu atmen. Выдох. Зеленым цветом сначала. Сначала визуализируем, как eine grüne Farbe. Потом оранжевым цветом тоже самое. Dann orange. Потом фиолетовым цветом. Dann livo. Если вы делаете Наули, то вы делаете сначала против часовой стрелки зеленым цветом. Wenn wir Nauli proxsitieren, dann dreht man den Bauchersen gegen und zeigt sich das grün. Потом по часовой стрелке оранжевым цветом. Dann den Ur-Zagissieren, zeigt sich das orange. И фиолетовым по часовой, против часовой, и по часовой одинаковое количество раз. Dann gleiche anseil von gegen Ur-Zagissieren und mitzern, in Ur-Zagissieren und waszlösekt riva. Вот такая практика, которую вы можете использовать. Лучше всего это делать перед едой. Am besten machen wir diese kurse Praxis vor dein Essen. Когда вы приходите с работы, вы уставшие не от того, что вы устали физически, вы устали от энергии. Вы собрали очень много энергии здесь, поэтому у нас желание, поесть быстрее чего-нибудь. Man hat ganz viel energiä, da ist unser plexus angesehen, deswegen ist der erste, was man hat. Как бы, закрыть вот эту вот, эту информацию, зайдите ей. Genau, dass man diese информацию so vorstopft, den Fleck nicht mag. Попробуйте, перед тем, как, если вы очень голодны, все-таки сделать себе такой тайм-аут. Und probiert, egal wie stark ihr hungrig seid, noch eine dieser Praxis zu machen. Можно делать вот это в пузе рыбака. Man kann auch in der Fische stellen das machen, also hände auf den Knien. Давайте probаем. Ihr könnt auch stehen und mitmachen. Сделали вдох. Einatmen. Ausatmen mit Kraft. Зеленый цвет. Грюна фарба. И обе бак двигает себя на вне и на вне. Wenn der Einatmung-Impuls kommt, einatmen. Выдох. Und langsam ausatmen. Теперь оранжевым цветом. Сделали выдох. Вдох, выдох. Ein- und ausatmen, wieder mit Kraft ausatmen und dann mit Orange. Noch не на вне и на вне, а вне, а вне. Проекты осатmen. Выдох. И после этого, как правило, есть не хочется. И после этого, как правило, есть не хочется. Сэкономите? Меньше будете кушать, потому что потребность в это заедание становится намного меньше. Поэтому можно меньше этого фальшного шума, который не оттуда от тела, а от эмоциональной болезни, а от эмоциональной болезни. Еще одно упражнение. На самом деле еще есть время, да? Угу. Еще один упражнение. Еще один из 19 минут. Хотите? Я не хочу. Это секретное упражнение. Это химическое упражнение. Кто-нибудь пьет пиво? Тринет, я manchmal бир. Алкоголь? Алкоголь, альгимайн. Класс. Голова болит? Бывает? Мангмайн. Ну ладно. Я шучу, но смысл в том, что все информационные воздействия, которые мы с вами получаем из мира, проходят через глаза. И глаза управляются не только, скажем так, они управляются мышцами, которые двигают глазами вправо, влево. Звук. Глазное яблоко. Один мышц здесь, сверху. Один мышц здесь, вверх. Другой здесь, здесь. И все, здесь. Эти мышцы прикрепляются к глазницы. И они связаны, эти мышцы, с затылочными мышцами, маленькими мышцами, которые располагаются в затылке. Их там достаточно много. И они перекрывают вход кровеносных сосудов. И когда человек получает стрессовый фактор, очень много напряжения из окружающего мира, у него начинает болеть голова. За счет того, что эти мышцы напрягаются также. Мышцы глаза сокращаются, они теряют способность к расслаблению, в них напряжения много. И также идет рефлекторное воздействие от этих глазных мышц на затылочные мышцы, которые тоже напрягаются. И когда мы получаем недостаток крови, у нас голова болит. И поэтому давит на оболочку, твердую мозговую оболочку, вот эта вот жидкость. И происходит мигрени, болезненное состояние. Поэтому очень важно научиться снимать через глаза, которые как раз являются входными воротами информации. Непряжение в затылке. Сейчас я вам секретную информацию передам. Мы сегодня делали упражнение, называется пиявочка. Знаете, как пиявочка двигается? Она так растягивается, сокращается, растягивается, сокращается. И вот представьте, что ваши глазные мышцы, это же пиявочки. И ваша задача, эту пиявочку растянуть, сначала растянуть ее. Глаз вперед выдвигается. Вы знаете, раки есть, у них там глаза так. Это упражнение называется рачий глаз. Я придумал такое пиявочку. И ваша задача сейчас попытаться глаз вытянуть вперед, закрытыми глазами. И вы почувствуете, что у вас появляется болезненность в этих мышцах. У многих появится болезненность. И теперь попробуйте глаз поднять вверх, посмотреть на макушку. И при этом почувствуйте, что у вас происходит сейчас в затылке. И при этом почувствуйте, что у вас происходит сейчас в затылке. Обычно напрягаются мышцы, вы сразу почувствуете, что там происходит напряжение. И очень часто у вас будет расстанавливаться. Опустите глаза вперед, смотрим вперед. И теперь мы снова взглянем вверх. И теперь мы снова взглянем вверх. И теперь мы снова взглянем вверх. Как и на область шеи, основание шеи. И теперь мы смотрим на наш кин и хals. Как бы глаза вытягиваются и смотрят туда. Разворачиваются и смотрят себе на шею. И почувствуйте, что сейчас у вас в затылке появляется напряжение в других мышцах. И теперь мы спернем, что в хиндер-ковке другие мышцы еще раз спутят. Удерживаем, удерживаем. Сколько вы сможете? Удерживаем, как вы сможете. Сделайте, пока вы сможете. И опять глаза удерживаем прямо. И втяните их обратно внутрь. Теперь опять глаза выдвигаем вперед. И пытаемся посмотреть в себе в правое ухо. И попробуем, что в ухо ухо вверх. И опять вспомним. Ощущайте те мышцы, которые автоматически напрягаются сейчас в затылке. И опять разворачиваем глаза вперед. И опять движим вверх. И опять разворачиваем глаза вперед. в левую сторону на левое ухо. Причем это должно быть очень интенсивное вкладывание своего желания посмотреть. Только такое желание, такое движение позволяет вам проявить эти мышцы. И опять посмотрите вперед. И втяните глаза опять внутрь. И расслабьте их. И почувствуйте сейчас, что происходит в глазах, в затылке, в шее, в голове. И сейчас мы слышим, что в глазах, в голове, в голове, в голове, в голове, в голове, в голове, в голове. В голове, в голове, в голове, в голове. Это вот такой прием, который можете использовать для снятия напряжения тоже, как вот солнечное сплетение, так и здесь, потому что две зоны очень важны, это солнечное сплетение и голова. У меня все. Андрей Фётик. Спасибо.